Привет! Этот расклад откроет вам, какие судьба готовит подарки, что вас ожидает, что будет, а вы еще этого пока не знаете. Расклад я сделаю на этих замечательных карт Таро, Колесо Года. Приглашаю вас принять участие в раскладе путем того, что вы будете задавать свои вопросы. Это тет-а-тет. О ваших вопросах никто не узнает, но ответ вы получите у Таро. Это я вам гарантирую. Устраивайтесь поудобнее, наливайте себе какой-то приятный напиток, или же между делом, конечно, можно смотреть, так как вам лучше. Вы хозяин-барин, а я здесь для того, чтобы вам помочь. Первая карта она сама себе показала. И здесь я хочу сказать, что жезлы — это очень хорошая карта. Десятка жезлов говорит, что сейчас вы делаете какой-то последний рывок. Последний рывок для того, чтобы встретиться с королем, или чтобы помириться. Что-то касательно личной жизни, потому что чаши — это личная жизнь, конечно. Конечно. И у нас вот что получается, мои дорогие. Пажи — это когда мы хлопочем, заботимся, и это паж-чаш. Ну а король-чаш — это любимый человек. Кто-то хлопочет, кто-то заботится о вас, кто-то хлопочет о встрече, кто-то человек, вы знаете сами. А я просто вам говорю, что любой общий или заказанный так работает. Вы знаете этого человека. А я вам говорю, что этот человек любит вас и не мыслит своей жизни без вас. Потому что он или она хлопочет, чтобы была встреча, свидание, примирение. И тяжело без вас. Десятка жезлов — это тяжело. Тяжело без вас. Может, вы в разлуке или же вы не в разлуке, но отношения натянутые, сложные. Охладели, может быть. То есть этот человек сейчас страдает без вас. Ну и жезл, конечно, это страсть. А паж — это желание вас обнять, может быть. Потому что паж чаш — желание быть с вами, любить вас, оберегать. Может быть, строить для вас дом, потому что десятка жезлов — это строительство. Строительство общей жизни в будущем. И как раз эти три карты очень хорошие. Когда начало расклада такое хорошее, я сразу скажу, что судьба готовит вам подарки. Это точно. Вам следует просто знать это. Когда вы в этом уверены, тогда вы к этим подаркам знаете самую короткую дорогу. Вот. И так карты показали. Знаете, карт много в колоде. Есть сложные и отрицательные, и так называемые плохие карты, которые предостерегают. Но первые три карты вышли очень хорошие. Они говорят, что в скором будущем судьба готовит какие-то подарки. Итак, что же будет дальше? Я буду брать с вашего позволения по три карты, так называемые триады. Это очень глубокий расклад по триадам у Таро. И буду делать расклад до тех пор, пока я буду чувствовать, что Вселенная хочет с вами разговаривать. Именно в этом видео. У меня есть очень много других видео. Я очень давно на YouTube платформе. Так что можно получить на моих новых и на моих предыдущих видео подсказку. Заходите на канал, и там будет много помощи. Итак, первая карта уже вышла. Это карта восьмерка ЧАЖ. Смотрите, две восьмерки. Восьмерка ЧАЖ, восьмерка Пентакли и карта Отшельник. Сразу скажу, что второй расклад еще лучше первого. Потому что он показывает бесконечную помощь. Ну, восемь — это по нумерологии бесконечно. И потому что повторилось число, это очень серьезно. Вы действительно идете вперед, потому что впереди то, что будет реализоваться. По первому раскладу было видно, что что-то начинает реализоваться. Что-то доходит до завершения. До того, что уже вы встретитесь, например. Карта Отшельник говорит, что кто-то очень скучает за вами. Очень скучает. И также Отшельник — это может быть вы. Это может быть вы, человек, который не доверяет больше никому. Ушедший от дел земных. Человек, который уже работал и не один год, и вкладывался, например, в отношения. Или работали не один год, вкладывались в работу, в предприятие. И, в общем, пришлось, может, уйти кому-то. По восьмерке ЧАЖ пришлось уйти. Ну, не жалейте об этом. Потому что вы от чего-то уходите и всегда к чему-то идете. Отшельник всегда идет к реализации духовной. Материальная реализация тоже духовная. И восьмерка Пентакли говорит, что на новой работе будет больше зарплата. Больше будет денег, больше будет... Ну, я не знаю, как вам это объяснить, потому что ведь вы сами знаете, что деньги — это только оплата за то, что мы делаем, правда? И здесь эти две восьмерки говорят, что вы уходите от того, что уже пустое. Пустое. Вам нужно как-то с удовольствием, что лежит, да? Вы в последнее время живете как автоматически. Поэтому, знаете, отшельники, они всегда уходят в эту духовную пустыню, чтобы найти смысл в жизни. Чтобы этот автоматизм, он пропал. И появилось то, что называется радостью жизни. Но это дело стоит свеч, как говорят, да? Стоит искать такую возможность. И, конечно, восьмерка Пентакли — это новая работа. Даже для кого-то новая специальность. Может, вы грустите, потому что вы очень сильно много вложились или в человека, или в специальность. Но старший аркан-отшельник говорит, не грустите. Не грустите, потому что то, что вы найдете, это намного лучше того, что было. Вот вспомните мои слова. Может быть, пересмотрите это видео через 3 года, 10 лет. Ведь видео не имеют срока давности. Они магические, понимаете? Это произведение искусства самой Вселенной. Я проводник. Поэтому будете пересматривать это видео и вспомните. Может быть, знаете, вот такое дежавю будет у вас. Вы скажете себе, ну да, я была этим отшельником. Мне пришлось начинать с нуля. Но теперь не жалею ни за что, ни о чем не жалею. Потому что это был интересный жизненный опыт. И восьмерки, они всегда приносят удачу. Но чтобы была удача по восьмерке чаш, нужно что-то отпустить. То, что уже просто нереально сегодня, неживое. Может быть, не все отношения, а какая-то часть ваших отношений. Знаете, какой-то фрагмент из вашей отношений или работы, как у кого. Потому что общий расклад говорит вам то, что я говорю, а вы добавляете свою информацию. И получается для вас именно индивидуальная информация. Кстати, когда заказываете, то же самое будет у любого. Там самого дорогого торолога или самого дешевого. То же самое будет, мои дорогие. Кое-что будет резонировать, кое-что нет. Отшельник это знает. Это мудрый человек. Он знает, что не все в жизни должно вам подходить. Не каждый человек должен быть семью пьядями во лбу для вас. Или же палочкой-выручалочкой. Некоторые приходят к нам на короткое время. Некоторые на более длительное. Но отшельник это ваш внутренний проводник, который знает, что единственный человек, с которым вы всю жизнь идете рядом, это вы сама себе. Ну или сам, если вы мужчина. Вот такая мудрость Таро. Таро действительно это способность поговорить с собой. Выговориться, да? Лучшие психотерапевты в мире. Плюс еще и магия. Когда выходит старший аркан вместе с двумя восьмерками, я вижу, что вы двигаетесь вперед вот к этому свету. По своей дороге жизни. Да, вы многое прошли. Вы подвязались, да? Вот отшельник обычно в монашеской одежде. Потому что вы подвязались. Вы дали обещание себе. Больше не попадаться в руки мошенникам, например, которые, может, заставили вас купить то, что вам не нужно было. Вы подвязались. Больше не поддаваться в руки узурпатору, который нарушил ваш покой сердца. И вы потеряли веру в человечество, потому что он вас обижал, унижал, оскорблял. Вообще не по теме. То есть за ваше добро давал вам зло. И поэтому по восьмерке сейчас расстались. Ну и что? А ведь дальше будет новая любовь. Вы в розовом платье. И какой-то кузнец какой-то такой. Ну, знаете, это метафора кузнец. Кузнец вашего счастья. Да? И когда какой-то кузнец вашего счастья встретится вам на пути. И уже никто никогда не сможет помешать вашему счастью. Сейчас будем смотреть следующие три карты. А вы задавайте свои вопросы. Загадывайте человека или же сферу жизни, какие-то обстоятельства. Как вы хотели бы, чтобы все продвигалось. И вселенная четко ответит, есть это возможность или нет. Потому что не все должно реализоваться, я вам говорю. Если бы все в нашей жизни реализовывалось, что мы начинаем. А жизнь была бы сложная. Кое-что реализуется, кое-что нет. Упавшую карту нужно на нее особое внимание уделять. Это очень хорошая карта. Потому что она говорит о деньгах. Она говорит о Пентаклях. Понимаете? Так что с такой картой, с королевой Пентаклей. Это ведь Пентакли — это не только хорошая зарплата. Хотя у вас точно на новом месте будет хорошая зарплата, если ваш вопрос был о деньгах. Королева Пентакли — это женщина, которая живет в красивой обстановке. Я вижу по предыдущим картам, что вы этого заслужили. Понимаете? И отшельник об этом. Что вы, ну знаете, не выбирали легкий путь. Да? Вот как отшельник не выбирает легкий путь. Поэтому вы заслужили это счастье. Вот и все. Вы заслужили быть королевой в своей жизни. То есть красиво жить. Это особое искусство, которое мало зависит от денег. Хотя здесь королева Пентаклей. То есть деньги у вас будут точно. В этом нет никаких совершенно сомнений. Никаких. Вселенная дает вам вот этот королевский статус. А раз есть королевский статус, не о чем волноваться и переживать. Здесь вы считаете, да? Вы считаете, что вы хотите. Вы просчитываете свои расходы и доходы. И ваши доходы, они выше, чем расходы. Вот на балансе кредита. Вам любой скажет финансист, что только это важно. Даже не важно, какая у вас зарплата. А чтобы ваши доходы были выше расходов. Вы будете делать выгодные покупки. Будьте с умом все делать. Не наперед покупать, а то, что нужно на текущий момент. Когда вы делаете выгодные покупки, то вы тоже смотрите, что вам сейчас нужно. Потому что часто продавцы нам хотят навязать то, что вам когда-то может быть пригодится. А может и нет, правда? Все карты об этом. Вообще классные карты. Все очень яркие, созидательные, радостные. Я же говорю, подарки судьбы. Так оно и есть. И подарки нужно увидеть. Вот отшельник, скорее всего, здесь ведущая карта, потому что у него латерна в руке. А в латерне самая яркая звезда Сириус. То есть эта звезда освещает вам ваш жизненный путь. Чтобы найти любовь, найти карьеру, найти красивую, радостную и спокойную, главное, жизнь. Ведь жизнь должна быть спокойной. Мы как бы говорим, ой, болото, бытовуха. Но в этом и есть счастье. Посмотрите на красивые деревушки Швейцарии, Швеции, Нидерландов, Германии. Посмотрите. Потому что тихая, спокойная жизнь — это залог счастья. И здесь дорога ваша вырисовывается. Вырисовывается счастливая дорога в жизни. И не сомневайтесь ни на минуту. Идите по этой дороге, открыт путь. Полностью открыто все. Просто получите, получите это то, что ищите. Восемь пентаклей, все восемь и восемь. Плюс еще и восемь чаш, говорит, закончить нужно критику себя. И вот этот, знаете, негативный разговор, что там не получается, еще что-то. Зачем он вам нужен? Все будет хорошо. Я хочу, чтобы вы почувствовали себя этой королевой пентаклией, человеком, который сейчас подсчитывает свои расходы и доходы. Вот так. Ну, давайте следующие три карты берем. Что интересно, еще добавит высшие силы. Расклад продолжается. Что еще дадут вам высшие силы? Хорошие карты выходят. Но более суровые, я скажу сразу. Более суровые. Королева меча вышла, и она говорит, ну что, нужно что-то отбросить. Нужно быть сильной вам. И, знаете, не размениваться по мелочам, как говорят. Потому что там рыцарь чаш, может быть, это ухажер, там какой-то человек, который хочет вас так называемо охмурить, вас заставить поверить в то, чего нет. И еще одна восьмерка. Так что, мои дорогие. Этот расклад номерологический. Он показывает восьмерки, он показывает восьмерку жезлов. Говорит, что сейчас высшие силы заинтересованы в вас. Заинтересованы в том, чтобы вы увидели и услышали этот расклад. Чтобы вы начали реализовать себя. Но для этого нужна смелость, конечно. Поэтому вышла королева меча. Это та черта характера, которая у вас уже была. Но вы ее до сих пор не применяли. Вы, как бы, знаете, подчинялись, поддавались. Потому что я же добрый человек. Я могу и, знаете, смириться с чем-то. Давайте возьмем объяснение королеве меча. Ну что, королева меча сложная карта. Очень сложная карта. Сила. Ух ты. Верховный жрец. И четверка пентаклей. Посмотрите, какие карты. Потрясающие карты. Итоговые. Но когда выходит карта сила вместе с Ерафантом, я вам сразу говорю, у вас внутренняя сила. Внутренняя духовная сила. Ведь там же у нас еще есть отшельник, у которого тоже внутренняя духовная сила. Правда? И стабильность будет, прежде всего, материальная. Получите, обладайте этой внутренней силой, которая отвергнет всяких, вот, знаете, самодуров. Рыцарь-чаш иногда, знаете, он много говорит, мало делает. И вам приходится все делать самой. Поэтому вы можете. Вы можете все сделать сама. Проблема вся в том, состоит, чтобы не доверять людям, которые спят и видят, как бы нарушить ваш покой. Когда я вижу карту силы, я говорю, что негативное влияние пропадет, уйдет навсегда. В общем, это тоже защита от негатива, этот расклад. Карта сила — это ангел. Ангел, который защищает от плохих людей или негативных, сложных обстоятельств, где кому-то было выгодно и удобно вас запугать. Особенно финансово я здесь вижу, что вы не потянете этот переезд, что вы не потянете эту работу или не потянете то и другое. Не доверяйте людям злым. Знайте, что у вас будет все замечательно. Но возьмите с собой в вашу дорогу жизни такие две характеристики, ваши характеристики, как королева Пентаклей, человек, который многое может и который владеет счастьем, богатством, радостями, а также королеву меча, человек, который не останавливается на полпути, не сдается. И при любых обстоятельствах оптимизм и получает то, что хочет, потому что не сдается в конце пути. А именно, последний шаг, он самый трудный, но еще немножко, и все трудности окажутся позади, и вы найдете то, что ищете, и будете очень счастливы. Это расклад вам просто гарантирует. Мои расклады можно смотреть конкретно, задаете конкретные вопросы, конкретно мои расклады всегда ответят на него, это гарантия. И можно для отдыха смотреть, просто расслабиться, знаете, получить информацию во время отдыха. Кстати, в этот момент еще лучше вы получаете помощь, потому что когда вы отдохнули, когда вы не стараетесь, тогда высшие силы лучше могут вам помочь более натуральным способом. Вот такой расклад, мои дорогие. Я желаю вам счастья, всего самого лучшего. Пусть вы будете богаты, счастливы и здоровы. Можно поставить лайк этому видео, ведь это ничего не стоит материально. Ну, а подписка на канал, это для вас, чтобы как родная здесь быть, чтобы расклады действительно были для вас и все, что получалось. Подписка, в общем, это одно нажатие. Подписаться. Можно пойти дальше, если у вас есть желание, но не обязательно, конечно, не обязательно. Но если вы хотите мне раз в месяц послать мини-донат, купить мне чашечку кофе или шоколадку, я буду очень признательна. Это можно сделать у меня на сайте. Переход на сайте под каждым видео или о канале. Там о канале, это зайти на название канала, нажать, потом на рубрику о канале, там будет переход на сайт. Или я стараюсь написать переход на мой сайт под каждым видео в гармошке. Это www.kolinotorot.com Там можно оставить доллар или два в месяц, но не нужно делать, если у вас нет желания. То есть, это по желанию только. Я вас люблю, обожаю. Медвежьи обнимашки вам из медвежьей страны. То есть, из Канады, я из Ванкувера сама. Люблю вас и до встречи. Я знаю точно, что мы с вами обязательно скоро увидимся. Пока.